Рабочий день школьных охранников начинается с обхода территории. Каждое утро с участка они выгоняют бомжей. Сегодня Сергей Шинкаренко уже обходил двор, но к полудню во дворе утроб снова пригрелся бродяга. Проблемы с соседями у 67-й школы начались три года назад. Саратовский предприниматель выкупил старый дом и расселил жильцов. Вскоре после этого случился пожар. Но строение 19 века огонь выдержало. И тогда здесь поселились бомжи. Сами понимаете, вот она школа, вот оно здание. Сколько здесь, 20 метров. То есть дорога, тем более у нас вот эта дорога в начальную школу, куда ходят маленькие дети. Вот они с родителями ходят, но тем не менее. По данным газеты «Время», здание и прилегающий участок принадлежат депутату областной думы Сергею Курихину. Но он за территорией не следит. Школьники с учителями сами прореживают деревья, убирают мусор и заколачивают окна и двери. Его, конечно, лучше бы школе передать. Мы бы в этом здании могли бы кружки какие-то открыть, отремонтировать. Вот если бы, например, меня бы услышали владельцы, и по доброй воле взяли бы и передарили бы это помещение, потому что я так думаю, что строить дом новый, снеся старую постройку, ему вряд ли удастся. В 67-й школе сейчас работает специальная комиссия. Она должна найти ответ на вечный вопрос. Кто виноват в сложившейся ситуации? Администрация учебного заведения или собственник заброшенного здания? Чем закончится административное расследование, пока неизвестно. Поводом для проверки стала целая серия статей в саратовских газетах. Прокуратура требует ответов от Роспотребнадзора и школы номер 67. Правда, представители надзирающего органа сегодня сюда так и не приехали. Анна Головчинская, Валерий Богословский, Новости, Телеобъектив.